Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с четырех до пяти. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья. С вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 3 июня 2020. 2020 среда. Поговорим сегодня о протестах значительно меньше, чем обычно, потому что другие события тоже в мире происходят. И у нас тут вроде стало чуть-чуть полегче. Поэтому я думаю, что вы немного устали уже от этих тем позавчерашние, вчерашние, я имею в виду. И можно немножко отвлечься уже на международную адженду, учитывая, что есть интересное развитие в некоторых вещах. Например, в американо-китайском треке есть определенное осложнение. Китайским компаниям скоро запретят летать сюда. И это как бы следующий этап уже. И также мы видим, как Великобритания сегодня объявила о том, что она планирует вступить в эту гонконгскую всю историю. И многие гонконгские жители получат усиленные права в Великобритании, улучшенные. И смогут таким образом даже переехать и получить гражданство те, у кого еще нет подобных вещей. В общем, такой план на сегодня. Посмотрим, на что еще останется времени. Может быть, еще и какие-то темы удастся затронуть. Такой план, друзья. Напоминаю, что вы можете мне писать. 347-4600-877. Это СМС-портал прямого эфира. Для всех, кто в прямом эфире меня слушает, Нью-Йорк Мэм Филадельфий, Аппликашн Найхад. Везде в нации. И Аппликашн Руис и Радио тоже везде в нации. Все остальные, кто слушает меня на Саундклауде или смотрит на Ютьюб в любой точке земного шара, пожалуйста, тыщите меня в Фейсбук, Твиттере. Задавайте ваши вопросы там, потому что вы слушаете меня в записи. Есть определенные... Пресса, кстати, сильно отмечает, везде, точнее, отмечает, что есть определенные улучшения в ситуации. В каком плане улучшения? В плане того, что протесты идут, и даже они в тех местах, где комендантский час включен, как у нас в городе, например, с восьми вечера со вчерашнего дня, я так понимаю, что до понедельника мэр города продлил. Пока еще мэр города Дебуазио продлил этот момент, и у нас теперь до понедельника будет кирфью начинаться в восемь вечера. Опять же, в Residential Area, как я понимаю, никто, этот комендантский час не контролирует его исполнение. В плане того, что я не видел особо большого количества полицейских машин, которые бы и ездили, и смотрели, и останавливали людей на улицах. То есть, люди на улицах есть, но их, правда, очень немного. Но в Сити, я так понимаю, что большое количество полиции находится, поэтому там этот момент, конечно, с большей тщательностью виден, проглядывается. Каким образом исполнение комендантского часа должно... Я не могу на русский язык, пытаясь найти аналог русский слово enforce, я не могу правильно это слово перевести. Короче, там, где полиция будет настаивать на реальном, настоящем исполнении положения о комендантском часе. Теперь, протесты в основном проходили мирно последние сутки. И попытки были. В Футлокер, по-моему, была попытка в районе Унион-Сквера, попытка была вскрыть в Манхэттене. Но, как только полицейский ван подъехал, убежали, протестуя глутеры, грабители. Вот. В этом плане, слава богу, дальше обошлось. Потом я смотрел NBC ночную прямую трансляцию. Как ночью достаточно, ну, где-то в 11.15. Около двух тысяч человек шли по Манхэттенскому мосту. Протестующие шли. Не очень было, по-моему, в сторону Бруклина. Они шли уже из Манхэттена. Вот. И вертолет их сопровождал. Это было все видно. Вертолет, правда, новостной. И там их дальше, я так понимаю, что полицейские перекрывали улицы. Когда Манхэттенбридж приходит в Бруклин, с него улицы перекрывали, чтобы каким-то образом эти ручейки дальше разделять эту толпу на разные ручейки. В общем, и в целом обошлось, я так понимаю, что у нас в городе тоже ночью без погромов. Плюс я знаю, что большая группа граждан, вооруженных легальным оружием, милиция была сформирована. У нас в Южном Бруклине, я знаю, что в Бенсенхилсте, в Беридже, и группы ходили и патрулировали, начиная, я так понимаю, с 5-36 часов вечера. Они встретились на Эммонс. Ну, неважно сейчас, не в том дело, где. Дело в том, что это очень важный момент, и это очень правильное действие, потому как, если мы понимаем, что силы полиции сегодня сосредоточены на тех местах, которые реально могут стать объектом грабежа, тем не менее наши районы, где мы живем, они не могут, может, не хватить ресурсов для того, чтобы закрыть все необходимые дырки потенциальные, которые нужно закрывать и защищать. Поэтому милиция и люди с легальным оружием, конечно, должны в этой ситуации помочь полиции. И все должно происходить, естественно, в координации с полицейским управлением. Все тут понятно. Да, и это огромное дело, которое было сделано. Я так понимаю, что этот момент до полного успокоения ситуация в городе продолжится. Да. Ну, плюс надо, значит, ну, короче, много тут вещей в стране. Везде этот тренд, который мы увидели за прошедшую ночь в Нью-Йорке, мы также его увидели по всей стране. Ну, кстати, большое количество правды национальной гвардии уже введено в разных штатах. И также есть определенные места, где около... В Вашингтоне, по-моему, уже 1600 военных актив в military duty, то есть настоящих военных, которые сейчас служат, которые готовы воевать, как в катравке готовы, в принципе, должны были бы быть. Они сейчас готовятся к тому, что их могут разместить в тех местах, где ситуация может выйти из-под контроля. То есть угрозы президента Трампа о том, что он, да, планирует... О том, что он планирует использовать военных настоящих, они уже как бы исполняются. И вот уже есть несколько тысяч военных, которые active duty, военные, которые не национальная гвардия, а армия настоящая, они уже исполняют определенные функции. Ну, кстати, в Вашингтоне вертолет уже военный использовался, армейский, для того, чтобы отогнать протестующих. Он низко достаточно спускался для того, чтобы отгонять людей от... Я так понимаю, что на Пенсильвании все это происходило для того, чтобы отгонять людей от Белого дома, как бы, от государственных зданий. Теперь, есть, тут возникает, нет, сегодня возникла определенная ситуация, не совсем для меня понятная, как бы, с точки зрения субординации нашей исполнительной власти и иерархии того, как что должно происходить. Потому что сегодня я был свидетелем, как министр обороны США, Марк Эспер, свидетелем был, в смысле, ну, по телевизору, в новостях увидел. Как министр обороны, Марк Эспер сказал, что он категорически против того, чтобы этот закон 1807 года, позволяющий использовать военных внутри страны, да, в критических ситуациях, чтобы он сейчас применялся, вот, и чтобы, короче, армия участвовала в успокоении нации, короче, что он против этого категорически, вот, и мы, потому что мы не в этой ситуации находимся. Вот. И, в принципе, и понятное дело, что армия, она, в принципе, подобное отношение министра обороны, это достаточно интуитивная такая вещь, и понятно, что любой министр обороны, понимающий, что такое армия, и он сам сказал, что я был и солдатом, и бойцом национальной гвардии, я все, как бы, это знаю, и я понимаю прекрасно, о чем идет речь, короче, я против этого, это не должно бы делаться, потому что, ну, потому что армия для этого не предназначена, мы понимаем, что армия у нас предназначена для ведения боевых действий. Вот. Внутри страны боевые действия ты же не будешь вести, правильно? Это же совсем другая ситуация, то есть армия, никакой министр обороны не хотел бы, чтобы армия начинала исполнять внутри страны полицейские функции, это не совсем правильно, вот, и, опять же, создает определенные нехорошие прецеденты, и потом, так как армия обучена, солдаты обучены уничтожать врага, а тут, как бы, с уничтожением так все просто, потому что, вот же мы видим, что происходит, плюс надо все время держать в голове, и, кстати, многие комментаторы спрашивают о аналитике, да, я все время вижу этот вопрос, как бы он возникает, и начинают строить аналогии, вот, обратите внимание, когда была Арабская весна, например, да, я, в принципе, понимаю, что аналогия не совсем уместна, что мы находимся в демократическом государстве, в принципе, и что ситуация, которая была в арабских странах, это одна история, то, что у нас сегодня здесь происходит, совсем другая история, вот, и неправильно было бы сейчас сказать, что аналогию можно полную строить, но есть определенные моменты, когда большая толпа людей протестует, теоретически и практически, в случае, если, как бы, начинать активно подавлять подобные вещи, разгонять подобные вещи, я сейчас никак не, простите, не пытаюсь дать какую-то оценку самим протестам и их легитимности, и, с моей точки зрения, протест против полицейского насилия, он легитимный протест, да, учитывая, что за последние годы мы видели много подобных вещей, и, конечно, люди, которые своими гражданскими правами, когда гражданские права людей ущемляются на такой достаточно постоянной основе, люди должны в демократии, в либеральной иметь возможность сказать, ребят, достаточно, это нехорошо, это тирания, и против тирании нужно выступать, да, и сама Америка построена, в принципе, на этом, я уже не хочу, не говорю о том, что вторая поправка Конституции нашей, говорится, да, про вношение оружия, так она, для чего оружие, да, для того, чтобы, в случае чего, объединяться в милиции и сопротивляться тираническому правительству, да, грубо говоря, то есть, опять же, в Конституции фактически заложено, да, право на свободу, на определенную, вот, на защиту своих гражданских прав. Теперь люди встают и протестуют, это понятный момент, да, и тут вообще-то в следующий день большой такой сложный разговор, отдельный разговор, очень интересный, на мой взгляд, разговор, потому что я периодически слышу, да, когда говорят Black Lives Matter, Black Lives Matter, на это отвечают все жизни, да, играют значение, все, да, но это не совсем, понимаете, если это афроамериканец говорит афроамериканцу, это можно понять, но когда белый человек отвечает таким образом на заявление, да, на слова о том, что черные жизни имеют значение, да, то это, я прочитал, мне это уже понравилось, прочитал в социальных сетях интересное сравнение, когда вы находитесь, как бы у вас есть тарелка полной еды, да, а напротив вас идет человек с пустой тарелкой, голодный человек, и он говорит, я очень голоден, а ты ему говоришь, слушай, все иногда бывают голодными, все иногда голодают, бывает ситуация, что всем хочется есть, при этом ты с ним не делишься и продолжаешь есть свое, это примерно точно такая же ситуация, в пример, да, грубый пример, но он интересно как бы показывает, в чем проблема, понимаете, когда белый человек говорит, все жизни имеют значения, он никоим образом не отдает себе отчет в том, что просто по факту того, что он белый, он сталкивает, да, то, что называется по-английски white privilege, это да, существует, это да, есть, и человек, который это отрицает, он не совсем как бы, либо он в своей собственной реальности находится, да, и тогда с ним очень сложно дискутировать, потому что любой человек, который в своей собственной реальности находится, с ним сложно спорить, если же человек как бы в реальности находится в общей с нами, то он должен понимать, что вот ситуация как бы, понятно, что все жизни имеют значение, это понятно, об этом даже не нужно говорить, но в ситуации, когда есть какая-то группа, которая не наслаждается теми же самыми гражданскими правами, какими наслаждается другая группа, то акцентировать внимание нужно на то, что эта группа не наслаждается теми же самыми правами. Я надеюсь, что я понятно изъясняю. То есть как бы тут есть определенная проблема, и проблема расизма в этой стране, она на самом деле существует. И если люди встали и хотят сказать достаточно, и что требуется реформа, это легитимный момент. Вопрос в криминальной активности, да, вопрос в грабежах, вопрос в том, какие группы пытаются это желание людей добиться справедливости, используют это в своих целях. Иногда эти цели, свержение существующего правительства, да, грубо говоря, через выборы в ноябре, чем хуже, чем хуже, тем лучше, да, чем хуже сейчас, тем легче будет потом дегмонарктическому кандидату победить, грубо говоря, да, это неприемлемые тактики и стратегии, это все нехорошо и должно пресекаться. Да, потому что одно дело справедливый гражданский протест против ущемления прав, совсем другое дело использование этого для определенных политических целей, более таких, более конкретных, конкретной исторической перспективе, да, в данном случае свалить президента Трампа, например, да, то есть то, чем сейчас демократический истеблишмент занимается усиленно, и вся риторика, которая сейчас от демократического истеблишмента исходит, а используя вот этот момент гражданского протеста, да, она именно на это и направлена для того, чтобы в итоге в ноябре свалить Трампа. Плюс, опять же, когда идут протесты, экономика быстро восстанавливаться не может, да, потому что, ну, и так парализованы из-за короны, тут как бы двойной эффект, одно на другое накладывается, и в этот момент еще и как бы ты выводят тысячи и тысячи людей, десятки тысяч людей выходят на улицы, блокируют движение автомобильное, блокируют, короче, дороги. В этой ситуации восстановление экономики тоже не может идти нормально. Опять же, продолжается как бы ситуация кризиса, который усиливается, да, умножается, из-за того, что эти две проблемы, да, пандемия и эти протесты совпадают вместе. И, опять же, кому это выгодно сегодня? Надо это посмотреть четко в выданной демократическому истеблишменту, который, если бы не эти две вещи сейчас, не имел бы никакого шанса в ноябре, никакого вообще, подойти близко к возможности поменять президента, республиканского на демократического. Да, давайте честно скажем откровенно. Опять же, вы знаете мои позиции по многим вопросам, где я согласен с президентом, где нет. Много раз мы об этом говорили. Но это немножко подвая такая штука, да, немножко низкая. Я не хотел эти слова употреблять. Но, на мой взгляд, это достаточно мерзкая вещь, чем демократы сегодня занимаются. Особенно те, которые говорят, что, ребята, протесты, 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 давайте, давайте, давайте. Они тем самым, вместо того, чтобы сейчас выступить словами утешения и словами объединения нации, и эти протесты сейчас свести на минимум. Почему? Потому что есть проблемы определенные в стране, и помимо того, что погиб господин Флойд, и помимо расовой проблемы в стране, есть намного большие серьезные проблемы, например, 40 миллионов безработных, понимаете? Это может быть все-таки важнее, наверное, сегодня, чем подобное то, что по всей Америке устраивают. Но это мое личное мнение. Сегодня было бы неплохо всей нации объединиться, неплохо было бы истреноточиться для улучшения экономической ситуации, потому что, ну, страна же не может бесконечно платить пособие по безработице, и всяческие там стимулы с планы принимать. Надо же, чтобы экономика заработала, как положено, да, и все стало нормально. Теперь вернемся к Эсперу, да, к министру обороны нашему. Теперь то, что он сказал, напрямую президенту Трампу не противоречит. Но, в принципе, многие средства массовой информации в этом услышали как бы конфликт назревающий между министром обороны и президентом. Опять же мы должны сказать, что слово президента в этом споре, естественно, решающее. Если президент решит, он имеет на это право, если президент решит применять военных внутри страны для успокоения ситуации, это его право, и я сомневаюсь, что министр обороны может здесь что-то сказать против. И если он скажет, он будет уволен. Так я себе представляю этот момент, потому как все министры являются назначенными президентом и освобождаются от работы президентом. Правда, я так понимаю, что министр обороны иностранных дел, то есть секретарь Рев стоит и проходит утверждение Сената, но уволить он точно, президент может, такого министра без одобрения Сената. Поэтому я сомневаюсь, что господин Эспер, который, в принципе, понимал, на что он шел, он видел предыдущих министров обороны, до которых увольняли. Вот он видел Джима Мэттиса, которого уволили за разногласия. Я думаю, что он прекрасно понимает, что если он встает в позу как бы и говорит, что я считаю, что это неправильно, этого не должно быть сделано, это может оказаться его последней репликой на этой позиции. Сказали? Пошли дальше. Раз уж мы заговорили о восстановлении экономики, то здесь немаловажно отметить интересные тренды, которые возникают. Но самое главное, это, на мой взгляд, новость большая сегодняшнего дня, что четыре китайские авиакомпании, которые летали сюда, а скоро перестанут летать, то есть пока они летали сюда, четыре авиакомпании, они называются, я думаю, что вы знаете, вы, кстати, если вы пытались зайти когда-нибудь и попытаться улететь куда-то далеко, на восток, там, в Индию ли, в Японию, в Корею, опять же, в сам Китай, то вам часто предлагала, я уверен, что Expedia предлагала вам, например, ну, какой-то из travel-сайтов известнейших в нашей стране, предлагала вам обязательно хотя бы один из вариантов опции билет China Eastern, да, китайская восточная авиакомпания. С очень приятными ценами и очень удобно, и обычно побить цену China Eastern никто никогда не мог, особенно когда дело касалось, там, совсем дальних точек, там, Филиппины, Манила, опять же, Индия, опять же, Шри-Ланка, Цейлон, да, то есть такие места, которые, Бали, опять же, да, Ден-Пасар, то есть такие места, которые, ну, лететь надо, короче, долго, почти сутки, да, 22 часа, да, два часов с пересадкой, включительно, естественно. Вот, китайцы предлагали, китайцы неплохо работали на нашем рынке авиаперевозок и перевозили очень много американских граждан. Я уже не говорю о том, что, естественно, китайская диаспора и прямые рейсы с материковым Китаем, все это играла роль, ну, короче, четыре авиакомпании, это Air China, самая крупная из них, естественно, China Southern, южная китайская авиакомпания, Xamon Airlines и China Eastern Airlines Corporation, да, они все с 16 июня могут перестать летать, а, и перестать летать, они могут намного раньше, президент, это 16-го пока так все установлено из-за определенных правил регуляции, то есть пока они до 16-го могут, но президент может это, в принципе, в один день решить вот так и сказать, ребята, с завтрашнего дня вы не летаете. Почему так произошло? Ну, несколько факторов. Во-первых, самое главное здесь, да, сначала я технических факторов скажу. Когда пандемия пошла, то, естественно, китайцы тоже хотели ограничить приток приток иностранных самолетов, авиакомпаний, которые прилетали в Китай, потому что наступил у них момент, когда кейсы коронавируса, вызванные, привезенные за границей, превысили собственные внутренние заражения. И тогда они поняли этот момент, и они сказали, стоп, ребята, сейчас мы должны резко ограничить количество самолетов других стран, прилетающих к нам. Логичное ли желание? В принципе, да, все на это пошли в какой-то момент, когда осознание того, что происходит, пришло, вот, и дух отрицания прошел, да, и начался дух, как бы, договоренности, надо пытаться решить проблему. Короче, плюс, это первый момент. Второй момент, когда основные две наши авиакомпании, Delta United, которые в основном и летали в Китае, попытались, уже, как бы, время прошло, и уже можно было возобновлять полеты, да, а, да, при этом китайцы, да, запретив Delta и United летать в Китай, они при этом, мы не запрещали, мы продолжали, мы оставили разрешение китайской авиакомпании, правда, минимально летать сюда, но они летали сюда. Кстати, что тоже очень интересный момент, не совсем понятно, почему так произошло, но китайские компании продолжали прилетать в США и продолжают до сих пор пока летать, да, правда, намного меньшее количество рейсов, в самолетах намного меньше людей, исходя из всех необходимых правил, вот, там их всех проверяют на корону, естественно, кто прилетает, улетает, все это понятно. Но они продолжали летать, когда мы не летали к ним, это уже само по себе очень странно. Но, окей, ну, все-таки, я так понимаю, что раз президент Трамп подписал с китайцами первую фазу торгового соглашения, которое уже начинает исполняться активно, особенно в плане сельского хозяйства, сельскохозпродукции, я вам об этом говорил, то, наверное, он не очень-то хотел, то есть одно дело, риторика как бы, риторика того, откуда пришел вирус, кто в этом виноват, кто должен заплатить, это одна история, это политическая история. Гонконг, это тоже политическая история, все-таки экономическая сделка с Китаем была подписана. Я не думаю, что президент Трамп хотел здесь уже сразу идти на какие-то осложнения. Но когда прошло время определенное, и буквально на той неделе, я так понимаю, Дельта и Юнайтед попытались получить от китайских властей разрешение, у них там есть тоже, типа, вещи нацорить, что-то такое, как у нас тут есть, да, ему его не дали. Ссылаясь на всякие технические там проблемы, на разные вещи, опять же, и пандемия, и туда-сюда, тогда президент Трамп сильно был недоволен этим моментом, очень разозлился. Вот, естественно. Потому как, ну, ребят, главное сегодня в отношении с Китаем у нас это, что если просите, да, взаимность. Как вы, так и я. И это, как вы к нам, так и мы к вам, да. И это проблема, опять же, очередная, потому что начинается с этого. Знаете, есть такая концепция, она называется spillover, да, в либерализме. Но она концепция в либерализме как в политической парадигме теории, да, то есть, как бы, концепция спилова, например, это концепция, которая стоит в основе Европейского Союза, например. Да, как начинался Евросоюз? Грубо сейчас, да, пример, чтобы понимать, что происходит. Евросоюз начинался с того, что, если не ошибаюсь, Германия и Франция решили сесть за стол и поговорить о том, как им сделать так, чтобы почтовые службы этих стран работали вместе, да. Как сделать так, чтобы договориться, как наладить совместную работу почтовых служб Германии и Франции, соответственно, чтобы, ну, посылки не терялись, как бы, чтобы более эффективно, быстрее доходила почта. Короче, они договорились, де-факто, об объединении почтовой службы, да. И они совместно, вот, как бы, с этого началось, с 70-х годов еще. Короче, они увидели, как хорошо у них это получилось, как они договорились. И после этого переговоры spillover, да, перелились из, как бы, как из стакана вода, spillover переливается, да, а также переговоры перелились на индустрию. И пошел, пошла металлургия, машиностроение, тонкая машина, приборостроение и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И в итоге мы увидели Маастрих в 91-м году. Понимаете? То есть, в конце, да, туризм, естественно, да, связь, концепция, короче, это, она очень в либерализме важна. Я, для чего все это вам рассказываю? Потому что эта же концепция spillover, она может и в обратную сторону работать, тоже, к сожалению. И сейчас мы это на примере Китая можем легко увидеть. Что это значит? Это значит, что сейчас у вас начинается... Почему я так обеспокоен этим моментом? Почему это такая важная новость сегодня, да, что китайцы, богу, перестанут, им не разрешатся с 16-го числа летать сюда, китайской авиакомпанией. Начинается с авиакомпании. Это, кстати, немаленькие доходы, эти будут потерянные для всех в этой ситуации, да. Начинается с авиакомпании. Может перелиться и в другое. И в итоге весь прогресс, который президент Трамп в итоге добился, которого на протяжении этих трех с половиной лет, играя с Китаем в очень жесткую игру, да, иногда блефуя, потому как прекрасно китайцы тоже понимали, сколько для американской экономики может стоить импорты и тарифы, да, потому что это как стрелять себе в ногу. Мы все время об этом говорили, что торговая война это плохо, потому что торговая война в итоге ты не можешь не победить совсем. Понятно, что при таком торговом балансе, дефиците торговом, да, при таком страшном дисбалансе в пользу Китая, который у нас был с ними в торговле, мы были обречены победить в этой войне. Ну, победа в такой войне, это, в принципе, первая победа, потому что как только вы вводите тариф, то этот тариф в итоге платит покупатель. И это плохо, потому что уровень жизни покупателя американского сразу падает, ему приходится больше платить за одежду, больше платить за автомобили, больше платить за это. И невозможно никак это локализовать. Это по тому, как китайские комплектующие, они во всем, вы понимаете? Даже если на вещи написано Made in USA, это ничего не значит. Это значит, что финальная ассембля, финальный сбор этой вещи произошел в США. Но так как все сработало до этого, и комплектующие на разных этапах участвовали в этом из разных мест, в том числе из Китая, то введение подобного тарифа, это как бы может быть удары по американскому покупателю, потребителю тоже. Поэтому победа Пирова, да, она есть. Слава богу, что эту войну удалось раскрутить назад, до начала пандемии, до начала последнего раунда этого противостояния. Но сейчас начинается с авиакомпании. Дальше больше. Мы видим, что наше правительство периодически со всеми странами, с которыми она разговаривает, делает особый упор на то, что Huawei нельзя дать работать над 5G-нетворком нигде. Ни в коем случае. Давление было оказано на Израиль, чтобы он не подпустил к важному инфраструктурному проекту соляного десалинейшн-план, да, опреснительного завода, крупнейшего на Ближнем Востоке, может быть, в мире, которые должны были строить с китайским участием. В итоге тендер выиграла израильская компания. Китайцам не дали этот тендер. Хотя там, я так понимаю, договоренности были достигнуты еще до того, что китайцы, скорее всего, этот тендер получат. Но неважно сейчас. Я к тому, что с Великобританией серьезные проблемы из-за этого были, потому что они там планировали Huawei включить. Вот сейчас только в Канаде вроде бы суд, я так понимаю, что суд постановил, что экстрадировать дочку вице-президента Huawei можно в США. Теоретически, да, вопрос, будет ли ее экстрадировать, но теоретически можно. Вот, то есть как бы следующий этап, понимаете? Есть определенное давление. Не могу не сказать очень важные вещи. На самом деле, да, кроме всего этого, очень важно понимать, что активность этого огромного китайского концерна Huawei, в данном случае, который частично принадлежит государству, понятно, она, конечно, да, представляет определенную угрозу безопасности, и это понимают все. Потому как, как вы проконтролируете, какую информацию они в итоге будут собирать, если они будут контролировать определенный процесс передачи информации в вашей стране. Понятный момент. И что бы они там нам не рассказывали, потому что, какие они замечательные, они вообще никогда подобными вещами не занимаются, никто таким вещам в реализме верить не может. Понимаете? Короче, мы видим, что от одного места в другое место начинается с авиакомпании. Попутно было противостояние, вот мы видим, по участию китайских компаний в переоснащении сетей, нетворк, да, переоснащение электронных сетей. В участии китайских компаний мы противодействуем на всех фронтах участию китайских компаний в крупных инфраструктурных проектах, которые так или иначе связаны с безопасностью разных государств, наших союзников. Короче, много чего происходит, что дает нам сейчас, показывает нам сейчас, что противостояние усиливается. И плюс, вот мы видим, естественно, гонконгское все развитие, о котором мы в следующем сегменте поговорим. Мы достаточно активную жесткую позицию занимаем, и это попутно все. Это мы еще не говорим о том, насколько может усилиться конфронтация в Южно-Китайском море. Мы видим здесь, что, короче, пока никакого оптимистичного прогноза, да, и даже разговора между двумя лидерами о том, чтобы каким-то образом прийти к каким-то положительным моментам взаимоотношениям от наших двух стран, нет. Отсюда что? Главный вывод. То, что мы сейчас наблюдаем рост биржи определенной и надежды на быстрое восстановление экономики, после того, как пандемические всяческие ограничения будут сниматься потихоньку, оно может быть серьезно очень этим противостоянием с Китаем осложнено. Такое быстрое восстановление экономики, что, опять же, в ноябре может для президента оказаться очень тяжелым фактором. Бутик-политик. С понедельника по четверг. С четырех до пяти вечера. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Часть 2. Семь 3 июня. Год 2020. Среда. Вишенка на торте. Сегодня мы ждали, да, в продолжении, в принципе, разговора, который мы начали раньше, мы ждали... Мы ждали того, как Великобритания в итоге отреагирует на новые законы китайской безопасности, которые вот начинают потихонечку в Гонконге уже имплементировать. Напомню, что закон этот, он будет там сильно ограничивать свободу собраний. Вот. И он является как бы задней дверью, да, он обходит конституцию Гонконга, потому как он должен быть утвержден в Совете Муниципальном Гонконга, чтобы вступить в силу, по идее, любой такой закон, да, который меняет конституцию Гонконга. Вот. Но так как Конституция в Муниципальном Совете сейчас ничего невозможно провести по нескольким причинам, я о них раньше говорил, то, соответственно, Китай такой закон принимает, обходя как бы эту ситуацию Бакопатову, сзади заходят, да, оп, и все. Теперь, значит, это как бы очень сильно ограничивает те свободы, которые, в принципе, жители Гонконга, которыми жители Гонконга наслаждались с 1997 года с момента передачи Гонконга из-под британской короны Китайской Народной Республики. При этом Китай говорит, надо отметить тут, что два государства системы никоим образом здесь никак не страдает этот принцип, остаются две системы, остаются там все гарантии частной собственности, да, все. Но мы уже сказали со своей стороны, что мы снимем с Китая, с Гонконга статус отдельной страны, которая у него была, и позволяла идти на определенные налоговые льготы, получать от нас, получать определенные торговые преференции, и получать такие условия, которые обычно только независимым государством дают, и помогали Гонконгу получать определенные гарантии для вливания туда американских денег, американские инвесторы могли спокойно работать под международные определенные гарантии. Короче, мы этот статус Гонконга снимаем. Окей, мы уже сказали об этом, это наша пока первая такая, да, это первые наши пять центов, которые мы вкладываем в копилку того, чтобы Китай этот закон в Гонконге не имплементировал. Это первое. Но сегодня, сегодня Борис Жонсон обозначил следующие пять уже шиллингов, да, которые Пенсов, которые ведет, которые Великобритания. И это скандал, конечно, ну, по нескольким причинам. Скандал, но это интересная штука такая, вот, и это ход, это вызывает уважение. Все-таки, знаете, Великобритания не та страна, о которой Китай может себе позволить разговаривать, как он и хочет, а потому как все-таки тоже постоянная чемсовеза и ядерная держава, и все-таки это Великобритания. Вот, надо понимать. Она, Джонсон сегодня сказал, что, в принципе, я-то думал, что всем гонконгцам, кто хотел, давали паспорта прям британские. Я ошибался, друзья. На самом деле, все не так просто. Выдавались паспорта, которые называются National Overseas. И это не совсем статус такой, как у британского прям гражданина. В переводе British National Overseas означает британский гражданин заграничный, да, за границей. Не британский гражданин за границей, а британский заграничный гражданин. Короче, вот так. Очень сложно это на русский язык перевести. Он дает там определенные, естественно, права. Он дает, он не дает права на работу в Великобритании или на жизнь в Великобритании. Но он дает право без визы въезжать в Великобританию и находиться на ее территории уже полгода, например. Да? Так вот, сегодня выступил теперь, самое главное, и таких людей в Гонконге сегодня проживает 350 тысяч человек. Значит, сегодня господин Джонсон выступил и сказал, что мы готовы дать такой статус теперь еще 3 миллионам гонконгцев. Мало этого, мы продлим эти сроки их пребывания без виз в стране до 6, от 6 месяцев до 12 месяцев и разрешим, скорее всего, им работать. И также, когда мы разрешим им работать в Великобритании, этим всем людям, которые в случае чего поедут, правильно? Вот. Мы также еще, мы выработаем для них path to citizen ship, да, то есть, дорогу к гражданству. Да, то есть, как бы, у них будет четко, совершенно, последовательность шагов, за которые, за каждые, может быть, надо будет платить деньги, как у нас это происходит, например, да, но каждый шаг будет выверен и будет четкая дорога. Вот ты приехал с таким паспортом Биэно в Великобританию и ты знаешь, что через там, допустим, пять лет, потому что британским гражданином. Грубо. Теперь, как внутри Британии самой эта ситуация будет разрешаться с точки зрения, весь Brexit произошел из-за миграции? Ну, в основном, правда ведь? В основном из-за миграции и правил, которые Брюссель ставил, навязывал Лондону. Понятный момент, но тут как бы дело принципа, дело чести, все-таки наша бывшая колония, наша бывшая территория и поэтому нужно каким-то образом ну, поучаствовать в этом процессе. Так вот, Великобритания говорит такую вещь. Как бы все понятно и у нас там понятно, что у них внутри есть определенные политические проблемы, связанные с тем, что вдруг 3 миллиона человек могут из Гонконга приехать. Они говорят, что они будут это обсуждать со своими партнерами. То, что называется по-английски burden sharing, то есть разделение ноши, да, поделиться этой проблемой с разными, чтобы нам помогли нести эту тяжелую ношу. И это груз, да, и это какие страны, с Евросоюзом, понятно, Великобритания не может такие вещи обсуждать, это будет смешно. Представляете, если Джонсон приедет в Брюссель и скажет, ребят, не возьмете немножко гонконгских граждан к себе? Короче, только с своими близкими союзниками. Кто у них близкие союзники? Понятно, Содружество, да, Содружество и США. То есть США, естественно, будет той страной, с которой Великобритания будет это обсуждать. Это будет Австралия, Канада, я так понимаю, Новая Зеландия. Ну, короче, те, кто может в состоянии помочь каким-то образом, какое-то количество к себе принять. Ну, я думаю, что мы-то на самом деле не можем принять миллион гонконгских людей. Что с нами будет с нами? Ничего не случится с нами, правда ведь? Но, это вопрос все сейчас. Особенно с президентом Трампом это не так-то просто было бы обсудить этот вопрос и решить его положительно. Но суть не в этом. Естественно, что это тут же вызывает достаточно жесткую реакцию с китайской стороны. Вот, китайцам очень неприятно, что Великобритания в эту проблему влезает. Хотя, Китай предупреждал Великобританию, что это внутреннее дело Китая, и никто вообще не должен заниматься, учить Китай, как ему правильно решать свои проблемы с безопасностью. Но тут вот, мы ждали этого момента, и оно наступило. Как дальше будет развиваться ситуация, учитывая, что опять же, Великобритания сейчас не в простой момент находится, на серьезном, жестком, историческом перекрестке находится. Это по причине пандемии, по причине экономического спада, естественно, по причине того, что Brexit, об этом мы раньше говорили. В общем и целом, если в политический спектр в итоге это все дело перейдет, и в Великобритании с Китаем начнутся еще больше осложнения, я сомневаюсь, что опять же, выход из Евросоюза и просто какой-то рост британской экономики будет сопряжен с какими-то легкими, усыпанными розами путей. Да, это будет серьезное, как розовый куст, как терновник, да, как верблюжья колючка такая дорога. Непростое дело. Китай, понимаете, сложно, когда вы разрешаете, короче, нелиберальной системе, государству, которое никак не пропагандирует либеральные демократические ценности и само по себе никак не является никакой либеральной демократией, да, совсем не либеральной демократией, а авторитарному государству вы позволяете заходить во все торговые соглашения и во всяческие торговые отношения. Почему? Потому что когда-то господин Никсон, да, решил, что надо дружить с Китаем против Советского Союза. Это все произошло много-много лет назад, да, и вот до сих пор последствия этого мы ощущаем сейчас. Ну, это в плане в чем причина и корень всех этих сегодняшних экономических проблем. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Оставайтесь в безопасности. Бутик Политик с понедельника по четверг с 4 до 5 вечера сказал, как обрезал.